Библейский портал экзегет.ру представляет В которой описаны следующие события с первого стиха По прошествии двух лет фараон уснилось Вот он стоит у реки И вот вышли из реки семь коров хороших видом и тучных плоти И паслись в тростнике Но вот после них вышли из реки семь коров других худых видом и тощих плоти И стали подле тех коров на берегу реки И съели корову худые видом тощие плоти Семь коров хороших видом и тучных И проснулся фараон И заснул опять И снилось ему в другой раз Вот на одном стебле поднялись семь колосьев тучных и хороших Но вот после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром И пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных И проснулся фараон и понял Это сон Утром смустился дух его И послал он И призвал всех волфов Египта И всех мудрецов его И рассказал им фараон сон свой Но не было никого кто бы истолковал его фараон И стал говорить главный виночерпи фараона И сказал Грехи мои вспоминаю я ныне Фараон прогневался на рабов своих И отдал меня и главного хлебодара под стражу В дом начальника телохранителей И снился нам сон В одну ночь Мне и другому каждому снился сон особенного значения Там же был с нами молодой еврей Раб начальника телохранителей Мы рассказали ему сны наши И он истолковал нам Каждому соответственно с его сновидением И как он истолковал нам Так и сбылось Я возвращен на место мое А тот повешен И послал фараон И позвал Иосифа И поспешно вывели его из темницы Он остригся и переменил одежду свою И пришел к фараону Фараон сказал Иосифу Мне снился сон И нет никого Кто бы истолковал его А у тебя я слыхал Что ты умеешь толковать сны И отвечал Иосиф фараону говоря Это не мое Бог даст ответ Во благо фараону И сказал фараон Иосифу Мне снилось И здесь далее фараон Повторяет те же события Которые мы прочитали с первого стиха То есть те же сновидения То есть эти коровы Которые были Худые и тучные Худые пожрали тучных Колосси которые были Две такие слабые Они пожрали Сильных наполненных Зерном колосси И он пересказывает все это Иосифу И до 25 стиха Ведь этот пересказ Здесь изложен дважды И далее Иосиф выслушав это все С 25 стиха Мы видим и сказал Иосиф фараону Сон фараонов один Что Бог сделает То он воздействит фараону Семь коров хороших Это семь лет И семь колоссиев хороших Это семь лет И семь колоссиев хороших Семь лет Это сон один И семь коров Коров точих и худых Вышивших после тех Это семь лет Также семь колоссиев точих И сушных восточным ветром Это семь лет голода Вот почему сказал я фараону Что Бог сделает то Он сказал фараону Вот наступит семь лет Великого изобилия Во всей земле египетской После них Настанут семь лет голода И забудется все То изобилие в земле египетской И истощает голод землей Далее если не продолжать чтение Просто перейти уже к пересказу Иосиф говорит о том что Фараону о том что Необходимо эти семь лет Которые будут урожайными Когда будет избыток в хлебах Когда будет избыток в богатстве Необходимо излишки запасать Потому как ему было открыто Как мы видим Он говорит не мне Не мне открыто Не просто это открыто так Но Бог открыл Так и сказано Как мы это прочитали с вами И Бог открыл То фараону И сказал Бог что сделает То возвестит фараону То есть мы видим Что Иосиф дает Истолкование сна Указывая фараону Что его сны Это промысел божий И как далее Иосиф говорит о том Что необходимо Все запасать И будет сия пища В запас 36 стих для земли На семь лет голода Которые будут в земле египетской Дабы земля не погибла От голода И 37 стих Сия понравилась фараону И всем слугам его И сказал фараон Слугам своим Найдем ли мы такого Как он Человека В котором был бы Дух Божий Мы видим Что фараон Понимает Он собрал Множество Разных Сновидцев Мудрецов Гадателей Волхвов Толкователей Чревовещателей Но они не смогли Истолковать сон Они давали различные толкования Но Этими толкованиями Не вразумлялся И не был удовлетворен фараон Когда же пришел Иосиф И сказал Что истолкование сна Оно от Бога То здесь Дух фараона Как сказано Успокоился Потому как сказано В священном писании Что Дух Господень Он Дух Утешитель И кому Господь хочет Что открыть Тому он открывает Мы видим Что фараону понравились Как сказано Эти слова И он говорит Нам нужен человек Которому поставили бы Распределителем Чтобы он мог То есть экономист хороший Для того чтобы он мог Посчитать эти излишки И мудро распорядиться Тем богатством В дни изобилия И Иосиф о себе говорит Очень кротко Найди такого человека Кто бы мог Он подразумевает себя Но говорит С кротостью Фараон это понимает И так и говорит Найдем ли мы мужа Более кроткого Более мудрого Как он здесь выражается Более мудрого Чем Иосиф И Так и сказал Фараон слугам Своим Найдем ли мы Такого как он Человека В котором был бы Дух Божий И сказал Фараон Иосифу Более мудрого То его возвысил фараон Иосиф 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 находится В темнице И здесь Наступает Такой момент Когда Не может Фараон Понять Что это за сон И вот он опять Иосиф Растолковывает Этот сон Надеющийся на бога Указывающий на бога Что не мне Не мне Господи А имени твоему Не присваивающий себе Никакую славу И бог прославляет его Воистину Вспоминаются слова Первое царство Где сказано о том Что прославляя Господь говорит Прославляющих меня Прославлю и я Иосиф ничего себе Не приписывает Поэтому бог его Возвеличивает Вспоминаются слова Христа Возвышающие себя До унизиться А унижающие себя До возвыситься Иосиф говорит о себе Скромно Он ведет себя скромно Он молодой человек Мы помним Когда ему было Всего 17 лет Когда братья его продали Мы увидим Здесь будет дальнейшее Повествование О всех этих событиях Ему 30 лет Он все равно Еще молодой человек Поэтому старость И старец Это не тот Кто убелен сединами Может быть Человек уже И преклонных лет Но всю жизнь Служил срастям Всю жизнь Служил своему Тщеславию Словолюбию Какой опыт Он может Передать другому человеку Да никакого Только опыт греха А бывает Человек который Избран особо Богом Для особого служения Как Иосиф И он еще молод Он действительно молодой Человек Но через него Бог действует Через него Бог провозглашает Свою волю И мы видим Что он Возвеличивается В доме фараона И тогда В 45 стихе Мы читаем И нарек фараон Иосифу Имя Цафнаф Паниах Вот так вот И это имя Мы с вами увидим Можем посмотреть Как оно выглядит На египетских Написании Египетскими Иероглифами Что означает Это имя Здесь нужно понять Что промысел Божий Он действует Иногда даже И не через Недостойных людей И через этого фараона В общем-то Этот фараон В той или иной степени Мы не видим В его жизни В его состоянии Какого-то покаяния И такого Преклонения Перед Богом Единым Но тем не менее Он прислушивается К тому Что ему Говорит Иосиф И через такого Человека Бог тоже действует Своим промыслом И это имя Которое он ему Дает Иосифу Оно означает С перевода С египетских Иероглифов Господин жизни Да Это так У свидетеля Иоанна Златоуста По этому поводу Есть следующее Высказывание Это имя Означает Открывающий Тайны Божии Или открывающий Тайны жизни И вот Свидетель Иоанн Златоуст Пишет следующее Цитата И нарек Фараон Иосифу Имя Цафнаф Пниах Желая Этим Наименованием Увековечить Память О присущей Ему Мудрости А имя Это значит У этого имя У этого имени Множество значений Они близкие По смыслу Господин Иоанн Златоуст Так и пишет А имя Это значит Знающий Сокровенное То есть Знающий Тайны жизни Знающий Сокровенное Так он Объяснил То Что было Никому Неведомо То указывает На это Фараон И дал ему Это имя Возвещая Его честь Дает ему Так же В супружество Как мы дальше Увидим Дочь Патифара Но поскольку Этим же именем Называется И бывший Его господин То прибавлено Жреца Или и Польского Конец цитаты То есть Мы видим Что здесь Иосиф Возвеличивается Здесь Так же Его имя Уже промыслом Божиим Указывает На Господа И Спасителя Иисуса Христа Ибо Он Есть Христос Господин Жизни О нем Сказано В Евангелии Атеана Что Христос Имеет Жизнь В самом Себе Никто из нас Из людей Не имеет Жизни В самом Себе Только Бог Имеет Жизнь В самом Себе Потому как Он источник Жизни И здесь Мы помним С вами Что Ветхий Завет Это Детоводитель Ко Христу Все образы Которые Есть Это Ничто иное Как прообразы Которые Исполнились Во всей Полноте В Новом Завете И здесь Иосиф Его Жизнь Его Поведение Его Вразумление Людей Которые Живут Вокруг В этой Стране В египетской Стране Подобно тому Как Когда-то И Господь Иисус Христос Сходил Снисходил В ад Потому как Египет Мы с вами Говорили И ранее Что это Всегда Прообраз Ада А фраон Прообраз Дьявол Иисус Христос Иосифа Иисус Христос Иосифа Иосифа Была Тогда 30 лет От рождения Прошло 23 года Как он Был Предан Своими Братьями Вот эти Все события Которые Происходили С ним В течение Этих 23 лет Унижение Возвеличивание Унижение Возвеличивание Даже Когда В темнице Был Мы помним Что Ничего Там Не знал Человек Тот Охранник Темницы И все Отдал В руки Иосифа Иосифу Было 30 лет От рождения Когда Он Предстал Пред лицо Фараона Царя Египетского И вышел Иосиф От лица Фараона И прошел По всей Земле Египетской И дальше Рассказывается О том Что Иосиф Дал Правильное Распоряжение О том Как Экономно Распорядиться Тем богатством Которое Было Тогда В изобилии В Египте И как Правильно Откладывать На Годы Голода Которые Были Ему Предсказаны Богом Через Фараона Как он Истолковал Эти Сны Фараона Очень Мудрая Экономическая Политика Сегодня Нашим Экономистам Очень Хорошо Был взять Пример С Иосифа Прекрасного Не Расточать Бессмысленно Те богатства Которые Есть Не надо Думать Когда нам Говорят О том Что у нас Нефтяные Богатства Они Неистощаемы Золото И прочие Полезные Ископаемые Я думаю Что так Говорить Это нужно Быть Человеком Который Живет По принципу Бери от жизни Все Не дай себе Засохнуть Пока живо А после нас Хоть потоп Нужно думать О поколениях Нужно думать О тех людях Которые будут Жить в нашей Стране Господь поставил Человека Когда сказано Что Господь Отдал Пресотворение Человека Все в руки Человека Поставил Человека Господином Поставил Человека Господином И главою Над всей Природой Но надо Помнить Что глава Это не значит Деспот Расточитель А глава Всегда означает Голова То есть Думающая Голова А это снова Вспоминает слова Апостола Павла Вникая в себя И в учение Этим себя спасешь И слушающих тебя Нам необходимо Вглядываться В слова Божественного Откровения Для того Чтобы разумно Научиться Управлять Не только Своей жизнью Внутренней Но и внешними То что нам Внешними богатствами Которые нам Даны по промыслу Божию Потому как Мы родились На этой земле И все богатства Согласно нашей Конституции Принадлежат Народу Поэтому Те кто правят Этим нашим народом Хорошо бы Действительно Этот образ Иосифа Иосифа Прекрасного Мудрого человека Взять себе Как в пример Правильного Распорядителя И далее Мы видим Что здесь Говорится Наступили Семь дней Голода Как Иосиф Говорил Так все И произошло Но Иосифа Рождается И два сына Два сына Один Монасия Нарек Иосиф ему Имя Монасия Потому что Говорил он Бог Дал мне Забыть все Несчастья мои То есть Монасия Так и переводится Что Минули Несчастья Или Миновало горе А другому Имя Нарек Ефрем Потому что Говорил он Бог Сделал меня Плодовитым В земле Страдания Моего Действительно Ефрем Так и переводится Как плодовитость Как плодовитая Можно перевести Даже как Плодовитая Лоза И вот Как мы с вами Просчитали И прошло Семь лет Изобилия Которое было В земле египетской И наступили Семь лет голода Как сказал Иосиф И был голод Во всех землях Во всей земле Египетской Был хлеб Но когда И вся земля Египетская Начали терпеть Голод То народ Начал выпиять К фараону О хлебе И сказал фараон Всем египтянам Пойдите к Иосифу И делайте Что он вам скажет И был голод По всей земле И отварил Иосиф Все житницы И стал продавать Хлеб Египтянам Голод Он же усилился В земле Египетской Мы видим Что Иосиф Поступает Очень мудро Вот в имперской России Так мудро Поступали Зная Священное Писание В Троице Сергея Лавры В Троице Сергея Лавры Были огромные Запасы зерна Очень часто Люди ходили Завистники Особенно говорили Ну вот Зачем такое богатство Эти монахи Куда они себе Набивают Эти амбары Но Наступила война С поляками Известны Эти события Когда действительно В Москве был голод И тогда Вся Москва В общем-то Питалась Из этих запасов Которые были В Троице Сергея Лавры Поэтому Троице Сергея Лавры и названо Посадом Потому что Во время Этой войны Когда поляки 1612 года Захватили И Москву И напали На Россию То Оттуда Именно были Даны эти запасы И народ Выжил Благодаря Такому мудрому Рассудительному Подходу В жизни Мудрости Этих монахов Троицы Сергея Лавры Мы видим Что Иосиф Поступает Мудро Он тоже Открывает Свои житницы Когда наступает Голод В той земле И действительно Здесь Вспоминаются Слова Все эти слова Связанные С Иосифом Его жизнью С хлебом С голодом Что Иосиф Надеется На Бога И Господь Его пастырь Поэтому Господь Своих Не оставляет Как говорит Иустин Мученик Бог Да я Это уже Большинство Причем Подавляющее Действительно Если человек С Богом Кто может Быть Против него Здесь Вольно-невольно Вспоминается Псалом Давида 22 Господь Пастырь Мой На которого Действительно Надеется Иосиф Я ни в чем Не буду Нуждаться Он Покоит Меня На злачных Пажитях И водит Меня К водам Тихим Подкрепляет Душу Мою Направляет Меня На стези Правда Ради Имени Своего Если Я пойду Долиной Смертной Тени Как это Было Иосиф Действительно Долиной Смертной Тени Чего Только Не претерпел Святой Праведник Ты со Мною Твой Жезл И твой Посох Они Успокаивают Меня Ты Приготовил Предо мной Трапезу Ввиду Врагов Моих Умастил Елеем Главу Мою Чаша Моя Преисполнена Так Благость И милость Да Сопровождают Меня Во все Дни Жизни Моей И я Пребуду В Доме Господнем Во Многие Дни Воистину Эти слова Исполняются В жизни Иосифа Прекрасного Когда мы Видим Претерпевшего Столько Зла Пройдя Долину Смерти Он С честью Выходит И теперь Тот Который Был Унижен И оскорблен Является Кормильцем Всей земли И не только Земли Египетской Как мы Увидим В дальнейшем Но и своих Братьев Которые Его И предали Так часто Бывает И в нашем Жизни Когда нас Предают Самые близкие Люди Но если Мы любим Бога Если Господь Действительно Пастырь мой То тогда Бог Все сделает Для того Чтобы нас Вывести Из тени Смертного Зла И другим Людям От нас Была Какая-то Польза Которую Бог Дает Во всей Полноте Всем Любящим Его